Девушки отдыхают Они в своем кабинете. Идите. Нет, постойте. Ну, Кабанов, послушайте, ну что вам мешает выучить хоть пару вопросов? Тамара Алексеевна, ну я учу. А как прихожу к вам на зачет, так все время забываю все. А вы записываете? Я записываю. Вы же сами у меня эти шпаргалки забираете. Я не то имею в виду. Шпаргалки писать можно, даже иногда нужно. Но на экзамен их не брать. Между прочим, Квакуфа так делает. И польза от этих шпаргалок налицо. Угу. По сто рублей за штуку их продает. Ну, Тамара Алексеевна. Кабанов, вы же взрослый человек. В армии служили. Ну, будьте посолиднее. Выучите хотя бы один вопрос. Кабанов, опять вы? А ну-ка, идите, готовьтесь к экзаменам. У Тамары Алексеевны и без вас делом навалом. Идите, идите. Томочка, я хочу опять попросить у тебя прощения. Я, как всегда, виноват. И, как всегда, это больше никогда не повторится. Ну, Адольф, я вот не знаю, от чего я устаю больше. От наших ссор или от наших примирений. Но учитывая то, что у нас через два дня свадьба. Да, эти два дня, эти два дня просто сводят меня с ума. Они для меня, как какая-то невероятно бесконечная величина. Ой, Томочка, ты такая красивая. Я так тебя люблю. А я у вас, конспект, Кабанов. Ага. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Все, наверное, на нервной почве. Да, ухожу. Целоваться. Ой, простите, заниматься. Ну, как можно работать в такой обстановке? Вчера я был молодым, вчера я был беспечным, плевал свысока на приличие и так. И в порядочных компаниях, и пришлопах. Вел себя я хуже, чем панк. Видел то, что было и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет. Умирал за любовь и клялся войной. И клялся войной. Гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко в беспредельном пространстве в сказочном одело. А может быть, все это было лишь сном с небывалым сюжетом и веселым концом. Слушай, Кать, а может быть, мы сходим куда-нибудь сегодня? Ну, в кино или на концерт? Спасибо, я не хочу. А давай я ужин приготовлю. Ты знаешь, я, между прочим, очень хорошо готовлю. Я просто не люблю, а для тебя с удовольствием. Я не хочу, правда. Ну, что мне сделать, чтобы тебя как-то развеселить? Пусть кто-нибудь украдет из Третьяковки картину побольше и засунет мне ее сумку. Катя, вот увидишь, все это забудется рано или поздно. Не убиваться же всю жизнь за чьей-то дурацкой шутки. Шутки? Кристина, если бы надо мной кто-то хотел подшутить, то засунул бы мне в сумку лягушку или грудь камней, да? Но недорогую золотую вещь чужую. Кто это сделал, поступил очень подло, а главное, глупо и бессмысленно. Мне очень жаль, если он этого не понимает. то есть вы хотите сказать, юноша, что это вы взяли мою табакерку? Да. Как оригинально. Да, вы понимаете, у меня просто с детства клептомания, я не могу пройти мимо вот какой-нибудь блестящей безделушки. Это сильный довод. Ну и как же табакерка попала в сумку Катерины? Чистое совпадение, у меня, вы знаете, такая же сумка, как у Катьки, практически. Оригинально. Будьте здоровы, видите, не вру, правду говорю. Извините, пожалуйста. Ну что ж, юноша, сердиться на вас бессмысленно. Как говорят в России, лучше поздно, чем никогда. Я не сержусь на вас. Стопайте. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Табакерка. А, да, конечно, видите, рассеянные, извините, пожалуйста. До свидания. Спасибо. Теперь я точно уверена, что Катерина ни в чем не виновата. Невероятно, чтобы девушка, за которую переживает столько друзей, была нечиста на руку. Хорошо. Тогда кто? Тот, кто наоборот признал ее воровкой. Кристина? Да. Я еще в Париже усомнилась в искренности ее чувств к Андре. Ничего не могу с собой поделать. Нюх, выработанный годами. Но не будем пока никого и ни в чем винить. Все еще нужно проверить. А как вы собираетесь это сделать? Как сделать? Есть старый способ. Здравствуйте. 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 Вот так получилось, извините, но табакерку украл я. Нет. Это я. Ну хорошо, мы вместе украли, но придумал я. Ты же не виновата. Правда? Ну а если тебе какой-нибудь мальчишка будет кричать из-за угла, Катя, дура! Ты что, тоже расстроишься? Катюш, ну... Ладно. Ладно, ухожу. Просто попей чай. Это фамильный рецепт как уж на лечебных травах. Очень бодрит. Попей, попей, Катя. Ой, извини. Привет. Как ты? Никак. Не знаю, вернее. Я не понимаю, зачем, почему. И кто. Ну, кому это понадобилось? Прости меня, Катя. Извини. Тебя, да? Я просто боялась, что ты расскажешь все бабушке Берегиной, и что я его потеряю. Понимаешь, я его просто люблю. Кристина, да как ты могла? Как? Как ты могла подумать такое? Я тебе слова никогда плохого не сказала, понятно? Ты моя сестра. Как ты могла, Кристина? О, Степан Алексеевич. А, Павел Ильич, ну, что у вас нового? А может быть, вы мне скажете, что, Новенька, может быть, случайно, нежданно, негаданно вдруг назначили выборы нового ректора? Я вам же сто раз говорил, Павел Ильич, скоро все сдвинется, и... Не что-то, а кто-то скоро сдвинутся. Я сколько еще ждать надо, а? Павел Ильич, а художеств людей по двадцать лет ждут, а вы хотите через две недели из простых преподавателей в ректоры? Ну, я, я все узнаю и вам скажу. Степа. Вы пока постараетесь никого не убить в припадке ярости. Подожди, подожди, я же спокоен. Яс. Жек, слушай, все наладится, а? Ну, сколько раз с Сашей ссорились? Все же нормально было, Теперь ненормально, Петя. Теперь все по-другому. Слушай, ну, главное, что мозги есть, а? Да при чем тут мозги? Да твои ни при чем, понятное дело. В данном случае я говорю про Сашку, она в семейных вопросах явно умнее, чем ты. А шевелиться в этих вопросах надо именно тебе. Ты все сказал? Нет. Чтобы вернуть Сашу, тебе надо ехать в Киев и верить, что все будет хорошо. Екатерина Андреевна, мне нужно с вами поговорить. если можно наедине. Если вы по поводу кражи табакерки, то книга записи ее похитителей настали. Да, я по поводу кражи. Адик, я тебя не узнаю. Я сам себя не узнаю. Томочка дорогая моя, я опьянею, я схожу с ума еще раз. Эй, там, в липке, хорошую мощь крутить. Ваши занятия. А то сейчас все уже пообливаю. Законят так, черт. потом я положила табакерку Кате в сумку. Я понимаю, это очень подло и глупо, но и вы поймите, я просто очень боялась, что она будет наговаривать на меня и боялась потерять Андрея. Прости меня за излишнее любопытство. А сестру потерять-то не боялась? Я не думала тогда об этом, ревновала. Какая глупая была. Ничего вообще не соображала. Да, ради любви часто совершают глупости. Но сами эти глупости могут эту любовь и разрушить. Катерина Андреевна, пожалуйста, простите меня, пожалуйста, простите меня. Я понимаю, почему ты это сделала. Ни в коем случае не разделяю, но понимаю логику и мотивы. Сердиться на тебя бессмысленно. Можно только сочувствовать. Так что ступай, Кристина. Простите меня. Кристина, Екатерина Андреевна. Я могу попросить тебя об одной услуге? Да, конечно. Я написала письмо в Париж подруге. Не могла бы ты отправить его? Я к своему стыду не знаю, где тут у вас почта. Да, конечно. А там, на обратной стороне написан адрес. Хотя, если тебе это трудно, то... нет, нет, что вы, что вы, что вы. Все хорошо, конечно, я отправлю. Благодарю тебя. Здравствуйте. Это я. Украл вашу табуретку. Извините. В общем, Саша, приезжай, а то Женька без тебя загнется. Надеемся и ждем. Таня, Таня. Ну, вы наваляли. Деревяка, что ли, писала? Ну, как тебе сказать? Вообще, это про то, что Женя каждую ночь родает подушку, а то она придумала. Ну, как думаешь, сработает? Ну, с тобой же сработало, когда тебе написали. Ладно, надо на почту идти, а то закроемся. Ребята, на почту? Да. Я очень вас спрашиваю, можете вот это отправить? Здесь адрес. Сейчас вам дам денежку за конверт. Да ладно, нет, ты чего, забудь. Париж? Доставим саму с красным рейсом. Спасибо вам, ребята. Счастливо. Екатерина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не сердитесь, пожалуйста, за это представление с милицией. Ну, что вы, голубчик. Я видела спектакли и бездарные, и при этом платила за билеты. Спасибо. И еще Катя, она у вас ничего не крала, она не виновата, понимаете? Я знаю, я знаю. Катя, прости меня. Прости меня, пожалуйста. Просто так больше не могла, и пошла и рассказала все Екатерине Андреевне. Рассказала. А если Веригин узнает, что тогда? Скорее всего, он больше не захочет меня знать. Ну, пусть. Катя, ничего не бойся. Я тебя отмазал. Вы ведь любите, я права. Не надо ничего говорить. И так видно. Я хочу вам сказать, Катюша замечательная девушка. И я желаю вам счастья. Спасибо. Екатерина Андреевна, не могли бы вы мне посоветовать, как сделать Кате предложение, чтобы красиво. Красиво. Знаете, как мой дед сделал предложение моей бабушке? Это было восхитительно. Он устроил бал. Был приглашен весь свет. Пел Федор Иванович Шалябин. И вот в разгар веселья мой дедушка преклонил колено перед моей бабушкой в центре зала и просил ее руки. И что она ему ответила? Ничего. Она была в обмороке. Супер. Эх, туфинушка ухнем. Эх, какая-то там сама пойдет. Классная песня. Особенно для сирената под окном. Эх, Макс, мелко плаваешь. Я такое придумал. Катюха в обморок упадет. Стриптиз. Концерт. Представляешь, полно народу. Плюнуть некуда. Катька среди них. Похожу я, встаю на колено и прошу ее руки. А потом выступает группа Либидо. А что не Элвис Пресли? Да потому что Либидо это Катюхина любимая группа. Смотри, вот плакат. Я с забора стырил, все ясно, Вова. Кащенко еще открыта. Ой, дурак ты, Макс, ну ничего не понимаешь. На этот раз все продумал. План гениальный. Понимаешь? Я все устрою так, что никто ничего не заподозрит. Концерт, как будто бы организовал ректор. Идея ректора. А Журова всем этим занимается. Понимаешь? Журова к ректору сразу не пойдет, пока не поймет, что он не оплатит смерть. На этот раз точно все получится. Я верю. Не веришь? А зря. Ты знаешь, когда мне эта идея вот пришла, меня прям как током ударило. Макс, ну что ты молчишь, а? Макс, а? Что ты молчишь? Что, просекут? Чего просекут? Блин, Макс, ты что, глухой? Ты не отвечаешь на телефон и звонок. Что происходит? Ничего. Ну можешь хотя бы сказать, это из-за меня? Нет, Андрей. Просто произошла одна глупость, и ты... Я просто думаю, что теперь нам не надо... Ну, Кристина, ну в чем дело? Ну в чем дело? Ты не знаешь? Спроси у Катерины Андреевны. На девятнадцать ноль ноль. Шикарно. Вы знаете, я отправлю за вами машину и своего помощника. Запомните, его зовут Владимир Квакуша. Да, да, да. Да, да. Вот такая вот смешная фамилия. А у нас, знаете, все тут такое смешное. До связи. Квакуша. Здравствуйте, Степан Алексеевич. Интересно, а кто этим занимается? Концертом? Угу. Журова? Людмила Филипповна. Но идея, мне кажется, ректора. Да. Вот, помогаю в поте лица. Это правильно. Это правильно. Только хорошенько помогать тебе с халтурой. Чтоб все прошло на уровне. Угу. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь, не стесняйтесь. Подвести ректора мы не можем. Так. И что же это у нас такое? Ой, не знаю, Людмила Филипповна, это ректор с Хомячковым придумали, а вот нам, простым трудягам. Организуй. Кстати, меня к вам в помощники назначили. И Хомячков просил вас к себе в кабинет зайти. Говорит, без Журова, ну просто как без рук. Ну, еще бы. Конечно. Кто же ему поможет еще? Пойдемте готовиться, кулакуша. Пойдемте. Не знаю, что тут у вас случилось, но прежде чем со мной расстаться, Кристина порекомендовала мне спросить у тебя. В чем дело? Значит, она все-таки прочла это письмо. Какое письмо? Письмо, которое я дала Кристине, было проверкой. Прости меня, Андрея, но я с самого начала не верила в ее любовь. В письме было сказано, что, беря в жены недворянку, ты лишаешься всего наследства. Что? Екатерина, но это же к чему такая ложь? Да, Андрея, мой поступок был безответственным, но не бесполезным. Судя по всему, Кристина прочитала это письмо и не замедлила с тобой расстаться. Да нет! Теперь очевидно, что ей от тебя нужно было только твое состояние. Ты не знаешь, Кристину, этого не может быть. Да, но другого объяснения столь странному поведению я не нахожу. Мне жаль, мой мальчик, но другого способа не было. Был! Промолчать! Хотя бы сделать вид, что тебя это не касается! Перестать лезть в мою жизнь за своей чрезмерной опекой! Андрей, Андрей, ну я прошу тебя, держи себя в руках. Извини, наверное, я неблагодарный внук. Мне не следовало всего этого говорить. И мне не следовало так безрассудно влюбляться. И мне не следовало приезжать в эту страну. Ну, я бы не был так категорично. Так, я завтра же уезжаю в Париж. Все от этого выиграют. Андрей! Самое противное, что Андрей прав. Я сверх меры участвую в его жизни. И, возможно, я сейчас сломала ему судьбу. Ну, не надо расстраиваться. Не все так страшно. Каждый раз, когда он уходит в таком состоянии, его приходится ловить в аэропорту или на вокзале. Екатерина Андреевна, я 10 лет жил на вокзале. И если я не хотел, чтобы кто-нибудь уезжал, он не уезжал. А в этот раз мне этого очень не хочется. Заседание ректората завтра в 16.00. И проследите, чтобы поставили в известность Екатерину Андреевну. Что-то еще? Да, Брумьянович, я хотел с вами посоветоваться по поводу этой группы. Как она? По Фрейду потенция. Либидо, я видел Алофича, да, да. Ну, по-моему, это замечательная и симпатичная идея. Да, Брумьянович, это превосходная идея, превосходная. Насчет сметы, не беспокойтесь, сколько это стоит? Брумьянович, а я у вас хотел поинтересоваться. То есть как? Вы прохожаете артистов и не знаете, сколько это стоит? Эээ, плохо, недоработка, значит. Ну, занимайтесь. До свидания. Ну, сам выдумывал, а я разгребаю. А что он сказал по поводу выборов нового ректора? Павлович, как вы меня надоели? А что он сказал по поводу меня? Прикинь, этот хряк хочет, чтобы ректор за концерт заплатил. Ну, хрена два ему. Кому? Ректору? Квакуша, придурок. Я скажу, хомячку и квакуша кранты. Будет ему такой лебеду. А хомячков благодарность мне поможет сессией. И батя меня не прибьет. А может, даже сарбону отправит. Вырубаешься, придурок. Только, Валер, не называй меня больше придурком. Все, красавец, красавец, теперь Ситникова тебе просто обязана поставить за счет. Из-за того, что классно выгляжу? Нет, из-за того, что ты к ней в пятый раз пойдешь, а ее организм это не выдержит. Сработает инстинкт самосохранения. Все, молодец. На это особо надеяться не надо. Ну, а на что надеяться, Петя? На что надеяться? На приметы. Хотя, твои знания по сравнению с приметами, это полный верняк. Мелочь в ботинок положил? Обижаешь, целую горсть. Молодец, молодец. Так, поплю через левое плечо. Поплевал? Да. Ну, все, на три с минусом ты уже наработал. Так, пойдем. Стой. Что? Присядем на дорожку. Так, мы уже добрались до приличных оценок. Ну, зачет тебе обеспечен. Пойдем. Пойдем. Стой. Что? Зачетку забыл. Все. Все. Стой. Ну, все. Теперь я настоящий отличник. Вперед. Минуточку. Минуточку, Адольф Милович. Вы еще не ест, а не до конца выкупили. Ну, что еще? Я уже и загадки все отгадал, и песню спел, и на одной ноге, на третий этаж допрыгал. Что еще? Ну, вы самое главное забыли. Она должна узнать, как вы ее любите. Очень, очень люблю. Так люблю, что зубы сводит. А теперь громче. Ну. Томочка, милая, я тебя очень, очень люблю. Выйди, любовь моя. Здравствуйте, Адольф Рувимович. Я вас сразу и не узнал. Без усов-то вам лучше. Поздравляю вас. Правда. Парни, парни, если вы будете так чухаться, то мне все мероприятие сорвете. Ну, давайте, живее, живее, живее. Все несем туда. Клопуша, а вот что ты стоишь, взял бы ты, помог? Так я помогаю, Людмила Федорович. Парни, веселей, бодрее, с огоньком в глазах. И раз, вы веселей. О, Жека, здорово. А я думал, кто полы помоет? Слушай, не смогу тебе помочь. Я вот уезжаю в Киев. Вот так. Так, надолго? Ну, не знаю, как получится. Ну, ровнее, ровнее вешай. Может, навсегда. Жень, как навсегда? А, а как же я? Ты что, ко мне даже на бенефис не попадешь? Жень, тут как так? У лучшего друга сегодня решается судьба, а ты в Киев уезжаешь. Значит, все-таки уезжаешь. Да, уезжаю. И причем с чистой совестью. Все зачеты принял. До сентября могу быть свободен, а там видно будет. Ну, с другой стороны, может, оно и верно. Негоже барину имение без присмотра оставлять. Не ровет час, управляющий опять проворуется. Да и крепостные понти соскучились, а. Ну, Костик, хватит, хватит. Ну, ладно, ну, не сердись-то, а. Вот как я могу уговорить тебя остаться? Никак. Ну, тогда чего терять время? Долгие проводы, лишние слезы. Давай уже, обними родственника и уезжай на все четыре стороны. Прошай, турист. Вот только не прощай, а до свидания. мы с тобой еще обязательно увидимся. Мне тебя будет очень не хватать. Да. А еще тебе не будет хватать твоего паспорта и мобильного телефона. Так, где тут у нас номер Кристины? Ага. Лидия Михайловна, если вы будете еще лучше выглядеть, то вас за невесту примут. Пойдемте, мы опаздываем. Да. Так, извините, что я не вовремя об этом заговорила, а свидетель-то вообще будет? Ну, а как же, Адольф, надеюсь, ты предупредил Верегина? Нет. Я вообще думал, что это ты сделаешь. А почему я? Ведь ты же, то есть, вы же мой заместитель. Да. Прекрасно. Заместитель невесты. Очень хорошо. Извини, я сейчас позвоню. Недоступно. Что же делать, Так, тихо, спокойно, без паники. В институте у нас тысяча две мужчин. Уж среди них кто свидетель найдется. Тамара Алексеевна, здравствуйте. Я по поводу зачета. Кабанов. Кабанов, а у вас паспорт с собой? Да, Предъявите. Пройдемте. Подожди, Тамара Алексеевна, а как же мой зачет? Куда мы идем? В Зак с Кабанов. Будете нашим свидетелем, а если мы не опоздаем, то получите пятерку. Две. И по математике тоже. Так чего же мы ждем? Пойдемте, быстрее. Быстрее, быстрее. Признаться, мы совещались недолго. и единодушно решили присудить грант нашего фонда вашему учебному заведению. Поздравляем. Коллеги, разрешите от вашего имени поблагодарить Екатерину Андреевну за оказанное нам доверие. Эти средства, безусловно, принесут о шутимую пользу в деле повышения качества образования. И теперь, пользуясь случаем, я хочу вам всем сказать несколько слов. Как вы знаете, мне предложили ответственную должность в министерстве. от таких предложений отказываться редко. Но я решил отказаться. Я остаюсь. Как? Почему? Ну, это же замечательно. Замечательно. Браво. 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 Это замечательно. Так, давайте быстро. Так, пошли, пошли, пошли. А ну, тихо. Быстрее. Так, нам нужно еще что, шарик повесить, да? Не надуть. Так, ты вот этим надуваешь. А я что, один все это буду дуть? Я, я помогу тебе. Так, еще нужно плакат повесить. Представляете, Сидни Ковшатцовым войдут, а мы тут с шампанским, с хлопушками, и вообще обалдем. Слушай, а кто это все придумал? Это Лидия Михайловна. Она мне ключи дала от кабинета. Я бы сама не додумала. А, ну я поэтому и спрашиваю. Так, ладно. Значит, ты вешаешь плакат, да? Ты надуваешь шарики и вешаешь их. Так, ты накрываешь стол, а я, ну, надо же кому-то на шухере постоять. Все. Светлеть скотчем, а? Стерпица, слюпица. А плакат тоже Лидия Михайловна придумала? Нет, это я. А, я поэтому и спрашиваю. Ну, и что все это значит? Павел Ильич, это вы? Я спрашиваю, что это за подстава? Ну, Павел Ильич, я ничего не смог сделать. Ректор сам принимает такие решения. Мне плевать, какие он решения принимает. Вы мне обещали перевыборы, да? Где они? Я вас спрашиваю. Послушайте, Косев, а вам не кажется, что вы не в том тоне разговариваете с руководством? И вообще, если кому-то не нравится преподавательская должность, я никого здесь не держу. Если я сегодня не напьюсь и кому-то морду не напью, то и мне все равно... Эй, пьячуги! Хорош не пошире! Я сейчас приду всю ушку обрываю! Ты мне только фамилию свою скажи! Еще немного, и здесь найдут наши мумии. Точно. Тихо! Иди, тихо, тихо, тихо! Горька! Горька! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Давай, давай! Тихо, тихо, сюда! Давай, давай, быстрее! Тихо, четыре! Горька! 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 Давай, давай! Жилькин инвеста! Жилькин инвеста! Давай, давай, Жилькин инвеста! Жилькин инвеста! Тили-тили-тили! Тихо, тихо, тихо! О, ну, молодец! А? Держи! Ну, вот, значит, помогли, приметы? Правильно, положил мелочь в этот ботинок. Молодец! Ой! А чего у тебя там такое? А я не только монеты положил. Ну, удачи! Так я еще и на свадьбе у Шатой, у Сидниковой погулял. Они не знают, что сейчас без свидетелей можно расписываться. Так я еще и поел, и попил на халяву. Ахахаха! Ахахаха! О, Женя! А ты что такой, это, грустный? А, уезжаю я, мужики, в Киев. Ко? Мириться. Ну, как получится. Вот, билет уже купил. Сейчас вещички соберу и вперед. Понятно. Ну, не знаю, увидимся или нет. Пока. Ну, ладно. Давай. Денег не давай. Жек, помнишь, о чем мы с тобой тогда говорили? Главное, вери, что все будет хорошо. Вот я верил, и зачет Сидникова издал. Ты вери, и у тебя тоже все нормально будет. На. Саша! Смотри, кто пришел. Полинка! Мы все время говорили, папа, папа. Вот мы и приехали. Иди ко мне. Иди ко мне скорее. Иди скорее. Так, так. Иди ко мне. Вот так. Вот. Эй. Да. Хорошая. Я уже хотел ехать к вам. Уже билет купил. Эй. Иди, 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 иди. Да. Солнышко. Мамочка целует. И если вы будете друг другу терпимее, то и в вашем доме, и в этом кабинете всегда будут царить любовь и взаимопонимание. Горько? Ну, наконец-то. Наконец-то мы можем как следует поцеловаться. Томочка. Привет молодым и не очень. Празднуете? Да. Представляете, у людей такая радость. И тут вы и пришли. Двойная радость. Я ненадолго. Ну что, молодожены? Думаете, все? Хэппи-энд? Нет. Все только начинается. Мы еще узнаем кто, что и почем. Горько будет всем. Интересный тост. Главное, очень искренний. Эх, жаль, нет видеокамеры. Такие шедевры надо записывать и людям показывать. Особенно ректору. И все-таки интересно, что он имел в виду. Ведь явно ничего хорошего. Может быть, догнать и спросить? Или, может быть, догнать и ничего не спрашивая прямо в морду? Адольф, ну, ну, вот что за грубость? В день нашей свадьбы. А, то есть, эту пьяную выходку ты грубостью не считаешь. Ворвался, Гусев нахамил, ради бога. А я вступился и тут же стал грубияном. Вот только, только не надо заводиться. Только не надо говорить со мной в повелительном тоне. Жена – это не должность и тем более не начальственная. Половой фавинист. А где Вавка-то? Где-то там, наверное. А что он там делает? Я уж надеюсь, что он знает, что он там делает. Ой, извини. Ну, может, пора? Пора. Ну, где это, Паша, Пакуша? Пусть выходит, объявляет. Я сейчас пойду подпишу смету по поводу концерта, получу деньги сразу назад. Степан Алексеевич, можно вас на минуточку? Простите, у меня очень много срочных дел. Я по очень срочному делаю. Дело в том, что с этим концертом может возникнуть проблема. Какая проблема? Дело в том, что у меня с сессией тоже проблема. Да порешаем мы твои проблемы с сессией. Какая проблема с концертом? Понимаете, Степан Алексеевич, такое дело... Андрей, хорошо, что ты пришел. Кристина, ты что здесь делаешь? Как что? Ты мне написал этот смс, я очень сильно испугалась и... Подожди, какой смс? У меня телефона нету даже. Такое впечатление, что я и паспорт, и телефон здесь где-то забыл. Вот видите, Екатерина, попреки всему они встретились. Обожаю это делать. Так, я что-то не понимаю, что здесь происходит? Прежде всего, Андре, я прошу твоего прощения за свое недостойное поведение. Я также хочу просить прощения у вас, Кристина. Простите меня за унизительные испытания, которым я вас подвергла и заставила прочесть то глупое письмо. Мне очень стыдно. Я ничего не читала. Не читала? Я... Я не знаю, о чем вы говорите, но мне сама перед вами очень стыдно и перед тобой, Андрей. Ну, коли тут пошла волна всеобщего раскаяния, скажу следующее. Все это стащил у тебя я. И мне ни капельки не стыдно. мне мне теперь все понятно, Костя. Нас здесь раскусили, пора уходить. Обожаю мирить людей. Кстати, на Казанском вокзале есть скамейка, на которой я помирил двенадцать, да куда двенадцать, восемнадцать пар. И все так глупо попадались на паспорт и СМС. Боже, какие вы все одинаковые. Андрей, я ничего не понимаю. Ты можешь мне объяснить все, пожалуйста? Да. Я убью этого Квакушу, отчислю, с лица институт сотрудник. Здравствуйте. Вы знаете, меня сегодня наверное выгонят. Гоп, что случилось? Нет, что выгонят. Вообще, знаете, мне нравилось здесь учиться, здесь весело, но когда учишься, этого не понимаешь. Ну, вроде, что здесь такого? В институте ты просто раздолбай, а после института ты раздолбай с дипломом. Какой диплом? Тебя же вроде выгоняют. Эй, чих там? Все. Интересно так, вот я три года здесь тусовался, знакомился с людьми, делал все, что хотел, и мне за это платили стипендию. Иногда. Такого в жизни больше не будет. К сожалению, мы это понимаем, когда это все уже заканчивается. Но вы знаете, больше всего я хотел бы эти студенческие годы растянуть на всю жизнь. Вот как, например, Ленька. Я здесь, Ленька Матюхин. Но такое дано не каждому. Зато здесь я встретил хороших друзей. А самое главное, я встретил любовь. А теперь простите, но я обращаюсь к самой лучшей девушке на свете, Катя. Прости, что не получилось сделать это красиво, но раз я здесь, я тебя люблю. Ты выйдешь за меня? Вова! Катя, я не прошу отвечать сразу. Подумай. Вова, что ты устраиваешь? Ты знаешь, как тебе было удобно, Вов? Я представляю. Катя, ты подумала? Да. Да? Да, я, я решила подумать еще. Вов, у нас ведь целых четыре курса будет. Носишь мини и пьешь виски, записал в черные списки. Здорово, девчонки и мальчишки! Быстро ты довольна. Пусть меня нельзя крутить! Слышь, ааааа! Хороший концерт мы с вами организовали. Думаю, подруг. Да. Квакуша, просто молодец! Даже я с трудом удержался. у меня стрелки на часах, на часах, на часах. Эй, погоди, плясай, слышь, Вардос, давай еще эльдерический щит, вырубай у них аппаратуру, нахрен! Да ты чё, дурак, что ли, хороший концерт? Да, подавля, я сказал тебе, пошел, я сказал! Слышишь, ты тварь! Еще раз назовешь меня бараном, я тебе башню снесу, понял? Ни фига себе! Ну я, а как же, а Квакуша-то, ни фига себе! А это, а ты где это все-все? Да распечатал! Залез в интернет, понимаешь, от скуки. Нашел вот этот замечательный сайт www.lian-m.ru А там абсолютно все аргументы и факты про нашу будущую жизнь. Кстати, кое-что можно проверить прямо сейчас. Вот, смотри, что написано про Антона и Веронику. Ни фига себе! Привет! Привет, ты где была? У врача. Ну и какие новости? Ты будешь папой. Что? Ника! Ну я же говорил! Но ты Настрадамус, брат. Но я уже уснул не в облаках. Небо поменяло, поменяло цвет в твоих глазах. Спутники Земли где-то потерялись в облаках. Время поменяло, поменяло стрелки на часах. Стрелки на часах. На часах, стрелки на часах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова